МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире полезная программа. Меня зовут Елена Белова. Помните песенку кота Базилио и лисы Алисы из фильма про Буратино? «Покуда есть на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки». В 1975 году Булата Куджава написал стихотворение, которое спустя почти 50 лет звучит, ох, как актуально. Обманщики, махинаторы, пройдохи знают. 400 сравнительно честных способов отъема денег. Знают и активно ими пользуются. А мы, а мы доверчивые ведемся. Кибермошенникам сегодня попробуем дать бой. Ну, или хотя бы попытаемся. Итак, коротко о главном. Обсудим наиболее распространенные виды киберзлодеяний. Создадим собирательный портрет потенциальной жертвы. Напомним и запомним, как обезопасить себя от цифровых преступников. Для начала давайте разберемся с понятиями. Мошенничество – это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. А кибермошенничество – это обман с использованием компьютерных и интернет-технологий. Развиваются технологии, в преступных схемах изучаются аферисты. Фишинг, вишинг, брашинг, кардинг, социальная инженерия, мошенничество в соцсетях, в мессенджерах – вот уж действительно опасность за каждым интернет-углом. Основные виды у нас мошенничества – это сейчас вишинг и фишинг. Фишинг – это у нас подмены интернет-ресурсов, как правило, банковских учреждений, ссылки для перехода, фишинговые, для перехода, для покупки билета в кинотеатр, где человек переходит по ссылке якобы для приобретения билета в кино или театр, вводит реквизиты банковской карты своей якобы для оплаты за билеты и, соответственно, передает реквизиты своим злоумышленникам, они похищают деньги. Ну, что касается банковского фишинга, понятно, что люди переходят по фишинговой ссылке на поддельный банковский сайт, якобы банковский сайт. У него, как правило, заглавная страница сделана хорошо, ее внешне проблематично отличить от оригинала. Вводят, опять же, логин и пароль для доступа в свой личный кабинет, тем самым передавая данные злоумышленникам, ну и после этого похищаются деньги. Чтобы защититься от фишинга, минимально простые действия, не обладая специальными знаниями, познаниями, навыками, можно попробовать перейти по гиперссылкам на сайте, то есть, ну, простыми словами, попробовать проверить функционал. Функционал этих поддельных сайтов, он ограничен. То есть он нацелен именно для получения логина и пароля. Остальные функции будут недоступны. Второй вид – это вишинг. Уже многим звонили, говорит, всем понятен. Звонят в мессенджерах, как правило, представляются либо сотрудниками банка, либо сотрудниками правоохранительных органов, да, любых там, милиция, следственного комитета, представителями национального банка, и просят сообщить какие-то персональные данные. То есть основной алгоритм их действует, то есть они вводят человека в шоковое состояние. И, соответственно, промедление не терпят, и им необходимо срочно выполнить те или иные действия. Мошенники, как правило, просят в последнее время установить программу удаленного доступа на свой мобильный телефон, на свое устройство. Таких там AnyDesk, RazDesk. Для того, чтобы получить удаленный доступ к устройству, увидеть защитные коды, которые поступают человеку на мобильный телефон, и в последующем похитить деньги с их карты, счетов банковских карт. Для примера, в России самый упрямый мошенник октября 2023-го в течение 7 минут позвонил своей потенциальной жертве 1145 раз. К счастью, безрезультатно. Кто хочет, тот добьется. С конкретным абонентом не сработало. Но не всем так везет. Вообще попасть в сети информационных преступников могут держатели и банковских карточек, и пользователи интернета. То есть потенциальная жертва киберпреступников буквально каждый из нас. Наиболее серьезной угрозой все-таки является социальная инженерия. Социальная инженерия в широком смысле слова – это различные психологические манипуляции человека с целью вынудить его совершить определенные действия, которые нужны злоумышленнику, либо же, чтобы человек предоставил конвенциальные персональные данные. Примерами социальной инженерии является вишенг. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Уж, конечно, мошенник не скажет – это я киберпреступник. Но взять человека на крючок он может виртуозно. Так как же понять, что убедительно говорящий о том, что наши деньги в опасности – мошенник, а не банковский работник и не сотрудник правоохранительных органов? Сотрудники милиции, сотрудники банка, они никогда не будут звонить в мессенджере, это уже понятно, тем более с иностранных номеров. Хоть иногда, вот я, да, сообщаясь с потерпевшими, мне говорят, что они убеждают, что это наша защищенная государственная линия, она выделенная специально. Ну, это все ложь, как бы, да, это сразу будет ставить под сомнение действие. Есть у них опорные слова, есть у них алгоритмы непосредственных действий и беседы с потерпевшим. То есть вот такие фразы, как «я вас услышал», «зафиксировал информацию», то есть «сегрегированный счет», ну, эти фразы, они периодически, да, фигурируют в разговоре. Алгоритмы есть у них, они им следуют. Когда люди у нас более грамотные, либо начинают задавать встречные вопросы какие-то уточняющие, ну, они, некоторые мошенники, начинают теряться, некоторые начинают переходить в агрессию даже, что я сотрудник милиции, вы мне задаете вопросы, не надо мне задавать вопросы, я вам сказал, что делать, выполняйте мои требования. Ну, понятно, сотрудники милиции таким образом общаться с гражданами не будут. Важно знать и помнить, если звонит сотрудник правоохранительных органов, он представляется, называет должность, звание, место, в котором проходит службу. Если у вас возникают сомнения, вы можете позвонить в дежурную часть того или иного РУВД и узнать, служит ли там такой человек. В то же время сотрудник милиции никогда не будет присылать фотографию своего служебного удостоверения, как у нас мошенники делают, для того, чтобы убедить. Мошенник часто представляется сотрудником банка. Наверняка многие из вас с этим сталкивались. Звонящий говорит, нарочито неразборчиво, торопит, давит, уверяет, что это не мошенники. Товарищи, будем бдительны. Злоумышленники звонят держателям, представляются сотрудниками службы безопасности банка и говорят, что вот необходимо поучаствовать в схеме по поимке недобросовестного сотрудника банка. Ни в коем случае нельзя перезванивать сам банк либо обращаться в правоохранительные органы. Это все строго конфиденциально. Они настолько убедительны, что заставляют держатели даже идти в физические выделения и оформлять на себя кредит. Также эти денежные средства держатели, как правило, переводят в адрес злоумышленников, в результате чего остаются вынужденными погашать кредит. В данной ситуации все-таки лучше всего и правильнее всего обратиться в банк, который выдал вам карточку. Сотрудник банка сможет вам подсказать, какие действия необходимо совершить, стоит ли обратиться дополнительно в правоохранительные органы. И, кстати, если звонящий невнятно, но уверенно и с напором, что называется, без пауз в словах, обрушивает на нас поток лживой негативной информации, нашим психологическим защитным оружием могут стать уточняющие вопросы. Во-первых, можно начать с должности. Должность какая, где вы проходите службу, а где ваша РОВД находится. Может, я тогда подъеду сейчас. То есть они начинают путаться. Они, как правило, называют городской вал. Это наше Министерство внутренних дел. Ну, во-первых, да, трудники именно Министерства внутренних дел, да, с малой долей вероятности будут непосредственно сами звонить, потому что, к правилу, этой работой занимаются больше территориальные подразделения, да, ну, города Минска, там, других регионов. Ну, это первое. Во-вторых, ну, конкретно, да, где, какой у вас корпус, какой адрес, какой этаж, кого спросить. Может быть, я позвоню на телефон, там, дежурной части вашего министерства. Если мне позвонит кибермошенник, я его сразу раскушу. Со мной его преступные игры не пройдут. Порой такие слова мы слышим от друзей, подруг и близких. Очень буду рада за вас, друзья, если вам удастся отвадить злодея. Но, к сожалению, даже знающие и уверенные в себе люди становятся жертвами киберпреступников. Попасть вообще может каждый, то есть, либо на тот или иной вид мошенничества. Портрет, так называемый, да, потерпевшего, ну, его сложно определить, да, потому что, ну, у нас нет четкой, да, там, градации именно, что только эта категория. То есть, ну, вот в настоящее время преобладающая, как ни странно, у нас категория граждан, это от 20 до 40 лет. Хотя, ну, еще недавно у нас было больше уклон на престарелых граждан. Но именно что касается тяжких составов, то есть, где значительные суммы, где берут кредит, тут уже больше приоритет пожилые граждане. По полному признаку это женщины. Не знаю, может, более доверчивые. Чтобы упредить подобное преступление, напомнить нам о необходимости быть бдительными, осторожными, в разумной степени недоверчивыми и, главное, финансово грамотными, работники банковского процессингового центра выпустили серию обучающих роликов, ознакомиться с которыми полезно и взрослым, и детям. Согласно аналитическим данным, менее 4% держателей, которые как раз-таки попали под мошенничество, это люди младше 18 лет. То есть, данная статистика свидетельствует о том, что дети, подростки, у которых есть карточки, соответственно, также могут попасться на уловки мошенников, то есть, под какие-то наиболее популярные схемы мошенничества. Наши же ролики обучающие, которые мы создали, они как раз-таки нацелены на все слои населения. То есть, здесь основная цель вот это донести и продемонстрировать через наших мультяшных героев. В рамках нашей службы и сервиса клиентов Банковского процессингового центра также существует горячая линия по поддержке держателей, которые столкнулись со случаями мошенничества. Это своего рода такой социальный проект, и здесь может обратиться абсолютно любой держатель, и звонок бесплатный. Можно позвонить по телефону 299-25-25 и получить квалифицированную поддержку, как раз таки, если вы столкнулись с такими ситуациями. Бдительность терять нельзя, и надо всегда быть на чеку. Лишний раз лучше перепроверить, позвонить в банк, обратиться в прохладительные органы для консультации. Смотрите наше обучающее видео, читайте познавательные статьи, те же рекомендации на сайте Банковского процессингового центра. Не стоит игнорировать в новостях какие-то новые схемы, наиболее популярные схемы мошенничества, потому что это все повышает нашу грамотность и информированность о том, что происходит в мире и какие виды мошенничества наиболее распространены. Поэтому будьте внимательны и берегите свои финансы. Подписываюсь под каждым словом наших уважаемых экспертов. В общем, люди, будьте бдительны, и пусть у вас все будет хорошо. Этого желает вам полезная программа. Увидимся!